Привет, друзья! Вот и подошел черед нового обновления игры Against the Storm, которое, к сожалению, не вышло, на мой взгляд, достаточно обширным. Не знаю, как остальные игроки данного проекта, но я лично ожидал выпуск более глобального дополнения, в котором мы бы могли ознакомиться с теми изменениями в механиках, карты региона, печать их и многое другое, что сейчас находится в экспериментальной ветке проекта Steam. Но, видимо, такое крупное дополнение занимает немного больше времени, чем прошло, поэтому пока мы рассмотрим то, что добавилось и изменилось буквально вчера. Пойдем по порядку того, что мы можем заметить по ходу подготовки и самой игры. Для начала рассмотрим новое меню с историей игровых сессий, которое можно увидеть при обращении к нашей столице. Смысловая нагрузка этого меню максимально проста и очевидна. Здесь видны все модификаторы, стартовые условия, общие счетчики ваших успехов и неудач, ну и, безусловно, список игровых сессий, которые были пройдены недавно. Внешний вид меню нам был показан буквально днем ранее самими разработчиками на стриме в Twitch. Часть изменений коснулась меню подготовки игровой сессии. Теперь во всплывающей подсказке на иконках жителей видны их потребности, отчего проще планировать вариант стартовых ресурсов и доступные бонусы. Также в ходе прохождения мы теперь можем встретить новое полянное событие под названием Обелиск. Он встречается только на Малых Полянах, на которые разработчик обратил свое внимание не так давно и последние несколько обновлений стабильно штампует какие-то доработки и изменения именно в Малых Полянах. Мы этот Обелиск можем разобрать или сделать подношение, и в последнем случае он станет для нас украшением, которое будет немного снижать враждебность леса. Помимо Обелиска в опасные и запретные поляны были добавлены новые руины с привидениями. Аж 8 новых вариантов. Причем разработчики повысили вероятность встретить их по ходу игры. Если вы ранее не сталкивались с ними или не обращали на них внимания, то это такие руины, которые немного дороже восстанавливать, но в которых вы получите трехзвездочные рецепты производства или добычи. В последнем обновлении добавили 15 новых краеугольных камней, которые можно приобрести на забытом алтаре. При этом было убрано 12 старых. Как указано в патчноутах, связанные изменения в камнях были с некоторыми техническими ограничениями в работе этой механики, а также простым желанием разнообразить получаемые эффекты, чтобы они не были столь консервативны. Как отмечено в статье Remit Games, в этом обновлении очень много изменений касается существующих механик и ребаланса некоторых компонент игры в целом. В том числе пересмотрели некоторые служебные здания, обновив им эффект, а также добавив некоторым из них теги специализации. Немаловажно, что теперь при отказе от краевых камней появилась у нас и награда, мы теперь будем получать золото, что также отражено в интерфейсе. Также отмечу новую кнопку в верхней части экрана, благодаря которой можно в один клик снять всех дровосеков со своих работ. Через правую кнопку мыши на ней мы назначаем по одному новому дровосеку из первых попавшихся свободных жителей. Для любителей горячих клавиш добавили целое новое меню в настройках игры, где можно будет теперь устанавливать по своему желанию различные горячие клавиши для постройки зданий. Ну и традиционно было несколько десятков исправлений разных ошибок и некоторые дополнения в интерфейсе. Ну по мелочи я их обозревать честно говоря не хочу, не буду, потому что на них внимания лично я во время игры не обращал. Может быть вы для себя что-то в патчноутах найдете, ссылка на полное описание патчноутов будет в описании к данному видео. Все как всегда. Спасибо вам большое за просмотр, друзья, всем добра, бобра и спокойных буранов.